Мир вам, сестры и братья! Приветствую вас на блоге Виктора Буслова «Познание. Познавая Бога внутри себя». Мы часто говорим «На все воля Божья». Но что значит это выражение? Сегодня мы посмотрим на эту тему и некоторые особенности. Воля Божья бывает как лично самого Бога, то есть то, что Он хочет, чтобы произошло, и есть то, что хочет, чтобы люди сделали по Его воле. Сначала посмотрим на слово «воля» вообще. И есть и существуют и действуют сейчас на земле три вида воли. Воля Божья, воля человека и воля сатаны. На все воля Божья. Божья воля – это принести в мир, к людям, Царство Божье. А это праведность, мир и радость. Как сказал Иисус Христос в Евангелии от Иоанна 10 глава, стих 10-11. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и имелись избытка. Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Иоанна 10, 10-11 стих. Это и есть на все воля Божья, чтобы мы имели жизнь и имели с избытком. Для этого и приходил к нам в мир Иисус Христос. Воля человеческая. Но здесь, на земле, среди людей, есть и человеческая воля. То есть то, что хочет человек. И очень часто она не совпадает с волей Божьей. Но Бог при создании человека дал ему свободу выбора. И это образ и подобие Бога. И это свойство, данное для человека. И эта свобода выбора так и действует сейчас на земле. Бог любит человека и свое создание. И уважает его выбор. Как и мы своих детей. Иногда человек живет, пользуясь этим правом. Правом выбора. И не знает и не хочет знать волю Бога. И Бог тоже не вмешивается в его жизнь. Человек живет сам без Бога. Но это не мы с вами. Так, друзья? А иногда человек не только не считается с волей Отца Небесного, но и злоупотребляет ее для личных целей. Например, это только пример, друзья мои. Заповедь «Не желай». В десяти заповедях. Это книга Второзакония, 5 глава. 21 стих. «Не желай жены ближнего твоего, и не желай дома ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабы его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его, ни всего, что есть у ближнего твоего». Это книга Второзакония, 5 глава, 21 стих. «Человек знает волю Божью, но поступает иначе, то есть человеческая воля, в основном касается личной жизни и материальных вещей. И хорошо, когда человек ищет волю Божью для своей жизни и поступает по ней, и живет праведно пред Богом и перед ближними своими. Бог видит все, друзья». Есть воля сатаны. Есть воля сатаны и дьявола. Она в основном только, чтобы украсть, убить и погубить. Он – духовное существо и ничем материальным пользоваться не может. Он в основном противостоит Божьей воле. То есть, когда видит, что Бог что-либо делает у человека или на земле, он начинает вмешиваться и разрушать, красть, убивать, и у него нет других целей. Обычно в жизнь человека он не вмешивается. Человек сам погубит свою жизнь, делая грех. Человек имеет в себе такое понятие, как плоть, она внутри. Она тянет человека ко греху и противиться практически невозможно. И есть влияние греха извне – это искушение. Под воздействием этих двух факторов человеку, без Бога, практически не устоять. И сатана знает это и обычно не действует на человека. Человек сам разрушит себя и свою жизнь грехом. И сатана тут ни при чем. Так вот, воля сатаны или дьявола – это противостоять воле Божьей в жизни людей. Отказаться от своей воли. Есть люди, которые отказываются от своей воли, понимают опасность воли дьявола и просят помощи у Бога. В первую очередь они читают Библию. То есть узнают волю Божью. Бог принимает каждого. И первая его воля для каждого человека – это принять его любовь. То есть жертвы Иисуса Христа на земле. Те, кто приходят к Богу, Бог Отец присылает к Иисусу Христу. И кто хочет жить в соответствии с волей Отца Небесного, живет с Иисусом Христом. Как написано в Евангелии от Иоанна 6 глава. Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон. Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Это Евангелие от Иоанна 6 глава, стихи с 37 по 39. И на все воля Божья – это воля Бога Отца. И она совершается в жизни человека через Иисуса Христа. И Иисус Христос становится центром жизни. Узнать волю Божью. Как мы узнаем волю Бога для нас? Сейчас, когда Иисус Христос рядом, на небе, рядом с Отцом. Сейчас на земле с нами Дух Святой, Он нас ведет по жизни. Когда человек искренне приходит к Богу в молитве покаяния, Бог прощает его и очищает от всех грехов, оправдывает его и исполняет Духом Своим, Духом Господним. И теперь Он ведет по жизни этого человека. Помогает ему избегать греха, дает силы не делать грех, противостоять греху. И, конечно, в момент покаяния Бог принимает человека и называет своим детем. И, конечно, Сам лично охраняет нас, как своих детей. Дух Святой помогает узнать волю Божию для каждого дня и в целом жизни человека и совершать ее. Это называется Закон Духа Жизни. В Послании к Римлянам 8 глава 2 стих написано, «Потому что Закон Духа Жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Человек, ведомый Духом Святым, знает волю Божию для себя, своей семьи, своих детей и живет в ней. Бог помогает человеку привести свою жизнь в соответствии со своей волей. И воля Божья совершается в его жизни. Аминь. А сейчас я заканчую. Если вам понравилась запись или вы получили слово откровения от Духа Святого, поставьте лайк, подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь. Аминь.